Формулы идеальной женщины. Автор, Доктор Н. Д. Н. Жанр. Челябинский пиздец, ужасы, жесть, реалистичный сюрреализм, андеграунд, психоделика, философия жизни. Глава 1. Ирэн, Ирина Кузнецова была мажорной девухой и выделялась из толпы разношерстных студентов Челябинского государственного университета, где она обучалась на четвертом курсе. Не красавица, но и не уродина. Не толстая, но и не страдающая анорексией, одним словом средней стройности и вся в соку. Волосы ее были рыжие, обжигающие огненной волной сетчатки глаз и притягивающие мужские похотливые взоры, оставляя в уголках памяти неизгладимое впечатление. Большие глаза голубого цвета, близко посаженные к прямому носику, имеющему горбинку, и тонкие соблазнительные губы, придавали изюминку ее внешности. Одним словом, не внешность, а золотая середина, которая очаровывала, дразнила и пробуждала мужское начало особей сильной половины человечества. Подруги ее звали Рэм. Больше всего на свете она любила себя. Она могла часами крутиться около зеркала, наслаждаясь своей красотой. Мама с детства в Ирину заложила качество избалованного ребенка, которые переросли с годами в манию величия. Так получилось, что отец Ирины, когда ей исполнился годик, ушел из семьи. И всю свою любовь. Нежность мама без остатка посвятила любимому ребенку, взрастив в ней непреодолимое чувство гордости и эгоизма, разбавленное верою в свое идеальное совершенство и превосходство над всем человечеством. Все желания и прихоти, своего любимого и единственного чада, мама выполняла беспрекословно, вырастив надменную и высокомерную особу, которая считала себя пупом земли и приближенную к особам голубых кровей. Любимой игрой Ирины в детстве была игра в царицу, в которой она представляла себя в роли верховной правительницы вымышленного государства, где все ее жители являются ее неотъемлемыми рабами. В эти минуты игрового процесса она расхаживала перед зеркалом, отдавая приказы невидимым придворным, которые стояли перед ней на коленях и неукоснительно выполняли ее распоряжение. У Ирэн был личный трон, вернее не трон, а обеденный резной стул, выполненный из цельного дерева в виде богато отделанного королевского кресла, стоящий в гостиной на специальном возвышении как место монарха во время торжественных церемоний, которые маме изготовили по заказу в мебельной мастерской. За этим королевским атрибутом Ира проводила свои трапезы, опять же представляя себя величественной принцессой, а мама в это время несла бремя горничной, прислуживающей ее величеству. Ирэн предпочитала яркие цвета. Обожала выглядеть ярко и эпатажно. Мейкап ее был причудливым с нанесением толстого слоя пудры, подведением глаз в стиле Клеопатры, широкими полосками бровей и пухлой подводки губ, помадой вишневого цвета, благодаря чему губы напоминали со стороны два аппетитных вареника. Но этот стиль не отпугивал мужчин, а наоборот действовал на самцов сильным магнитом с мощностью электромагнитного поля, подобно магниту с ферритовым сердечником. Музыкальные предпочтения Ирины склонялись к творчеству Ольги Бузовой и Инстасанг, из которых она слизывала стили, образы и жесты, зачастую стоя у зеркала, подражая поведению любимых супер-див. Круг общения у нее был небольшим, в него входила только золотая молодежь, мажорики, дети богатых родителей. Ирен по характеру была высокомерна, придирчива и знала себе цену. Она очень любила вписки, рестораны и элитные клубы. Любила носить дорогую фирменную одежду. Каждый раз, посещая злачные заведения, одевала разные модные наряды. Ирен любила спиртсодержащие коктейли, под действием которых ее мягкое место всегда любила искать приключения. И она их всегда находила. Приключения бывали разными, но с удивительной легкостью она выпутывалась даже из самых патовых ситуаций. Высшую степень удовольствия ей доставляло унижение людей независимо от пола и возраста. Ее забавляло высокомерное поведение по отношению к другим людям, в результате которого она ставила себя выше и умнее их, независимо от ситуации, даже если она была в корне неправа. Она считал себя специалистом во всей областях с мнением которого надо считаться. С молодыми людьми, которым она нравилась, и которые пытались завязать с ней отношения, вела себя по-хамски. Прежде всего она изучала финансовые возможности своих поклонников, а потом все остальное. Особое место в сознании и удовлетворении своего внутреннего эго Ирочки доставляли трофеи, которые она добывала в итоге своих приключений, получая каждый раз их с особой наглостью, иногда перешагивая свои принципы и жизненная кредо. После получения вожделенного подарка она скрывалась с горизонта своего ухажера. Она запросто могла после короткого романа с молодым человеком, сердце которого было поражено стрелой Амура сопровождающим всегда ее, который водил ее величество по развлекательным заведениям, запросто затащить влюбленного паренька в бутик или ювелирный магазин, под любым предлогом, выкринчить что-нибудь дорогое и после этого исчезнуть. Из его жизни навсегда, отправившись на поиски нового вайба и жертвы. Глава 2. Люстра в стиле «Унылый папик». Иван Поликарпович Орлов был человеком незаурядного мышления, преклонного возраста и хорошо известным в научном мире. К своим 65 годам он добился многого. Он был ученым, с мировым именем кандидатом исторических наук, профессором Челябинского государственного университета, крупнейшим российским специалистом по викторианской эпохе, кавалером рыцарского ордена, которые ему присудили за огромный вклад в изучение колониализационной экспансии Британии и заурядным бабникам. Он был женат, имел двух взрослых дочерей и коттедж в престижном элитном поселке Тарасовка города Челябинска. Вся жизнь шла гладко и ровно у профессора с легкими и недолгими этюдами романтических отношений на стороне. У немолодого хулигана хватало времени и сил, чтобы в одном месте кому-нибудь присунуть, а в другом пощупать и отянуть кое-что, до того момента, пока хулиганка судьба тонким мазком палитры игривых красок не носила легкий мазок на петле жизненного полотна образ Ирен, который старый проказник увидел в стенах родного вуза. В момент судьбоносной встречи, то ли седина в бороду, то ли бес в ребро, а может и сам Амур нанес смертельный хук любви в сознание ученого, поразив на повал разум старого пердуна. При данном нежданчике, плавная и озорная походка Ирен вогнал профессора в ступор. Золотистый огненный цвет волос в считанные секунды обожгли сердце и душу седого ловеласа. В тот момент шутник Купидон пустил пару жгущих стрел в сердце старого развратника, когда Иван Поликарпович стоял, открыв рот, глядя на явление Афродиты народу. Когда Ира шаловливой походкой, покачивая бедрами, прошла мимо, он опустил вниз голову, подобно нашкодившему шкалеру, по-юношески стесняясь красоты вожделенной особы, внешний вид который затмевал все вокруг и ослеплял всех зевок даря прекрасные флюиды любви. Он млел и испытывал стыд, смущение и неуверенности в себе, ловя себя на мысли, что такое состояние для него было диким и отсутствовало ранее даже в период защиты докторской диссертации, когда в отличие от него его коллеги в такие ответственные моменты вели себя иначе. После этой встречи профессор исторических наук не находил себе места. Такие чувства и позывы любви он не испытывал даже в 1977 лохматом году, будучи аспирантом Московского университета, и втихаря за родину и за советскую науку втайне от жены и великих академиков, в подвале московского вуза, мял пышный бюст одной молодой лаборантки кафедры философии, при этом наизусть цитируя слова Марка Тулийского Цицерона, «Любовь – это стремление добиться дружбы того, кто привлекает своей красотой». И только сейчас, спустя 40 лет, он понял всю глубину сказанного этим великим древнеримским политическим деятелем, оратором, философом и мудрецом. Жгучая рыжая муза ослепила ученого красотой и зажгла давно погаший шаловливый огонек любви в его сердце. После этого тело Орлова наполнилось потоками нескончаемых флюидов жизненной энергии и он из тихого умирающего барашка, который проживал свою бессмысленную пенсию, превратился в льва с жизненной и четкой целью. Ему даже по ночам стали сниться голые женщины, которые в ночных фантазиях просили сотворить с ними непристойные вещи, но он, будучи джентльменом, подобно Дон, Кихоту, ломанческому хранящему свою верность единственной дульсине Тобоской, сердце которого принадлежит уже одной рыжеволосой бестии, укравшей его покой, отказывался от непристойных просьб ночных последовательниц Марии Магдалины. И после этой судьбоносной встречи он стал искать везде музу своих страстных желаний, в лице Ирины. Он караулил ее утром у входа в университет. Но неуловимая проказница не появлялась на горизонте, потому что Ирина любила поспать и часто прогуливала первые пары. Все это разжигало азарт охотника в лице Ивана Поликарповича. Специалист по викторианской эпохе не успокаивался, он продолжал действовать. Он искал возлюбленную в очередях в столовой, в гардеробе, среди наивных первокурсниц задавая им нелепые вопросы, среди студенток, заполняющих лекционные залы, где проповедовали гранит науки его коллеги и даже возле женских туалетов, где он часами ожидал повторного визита мимолетной королевы его сердца. Стареющий разум кавалера рыцарского ордена помолодел. В его обрекшем теле появилась сила и энергия, огонек любви сиял в его глазах. И вот наконец-то опытный следопыт выследил свою жертву. Он определил ее курс, группу и расписание. Для себя он рассчитал алгоритм ее посещаемости. Далее он подговорил своего коллегу доцента кафедры истории и философии обменятся преподаваемыми предметами для того, чтобы подобраться ближе к необвижим грудям молодой студенточки. Далее хитрец проделал несколько легких штрихов для того, чтобы затянуть Ирэн к себе в сплетенные сети интриг, путем постоянных незачетов и низких оценок. Используя методику теоретических навыков педагога-новатора Антона Семеновича Макаренко, которые он изучал по книгам, будучи студентом, расположил непокорную студентку к себе и вживил ей зерно благодетеля, который ей поможет получить желаемый зачет несмотря на ее брешь в познаниях важного предмета. И взамен трепетного дружеского отношения, и в знак благодарности за положительные оценки, которых она не заслуживает, побудил ее принять согласие на романтический ужин при свечах в лучшем стиле этикета Букингемского дворца. На первом свидании он лил рекой шампанское, стоя на коленях дарил охапки эквадорских роз и раздавал комплименты, что ее рыжий цвет волос определяет ее благородное происхождение и что в ее венах непременно циркулирует голубая кровь династии британского королевского дома. Укращения строптивой продолжались недолго, Ирен отдалась старику на втором свидании, когда ее обожатель подарил айфон 12. Далее следовали пикники, сопровождавшиеся охотой на уток, ужины при свечах и поэтические ночи. У профессора было хобби, которое заключалось в написании стихов в древнеирландском стиле и окрыленной волной незабываемых чувств влюбленности Иван Поликарпович посвятил даже стих своей юной даме сердца под названием «Ослепленной красотой». Волосы твои прекрасны, напоминают всплеск волны, а губы твои так чудесны. Рубин проигрывает им, изгиб прекрасный твоего тела, безумным делает до слез. Глаза как изумруд красивы, мерцают ослепив лучом. И я уже слепой навеки, моя родная навсегда. Ни шагу не могу я сделать. Ведь ослепила ты меня. Кому теперь такой я нужен? Не вижу больше никого. И я шепчу тебе на ухо. Ты по воды мой навсегда. Этот стих он читал ей с выражением при ярком свете луны, стоя голом на огромном валуне, оброшен зеленым мхом, подражая Амюргену, великому ирландскому поэту. Как он ее позже пояснил, что этот образ он позаимствовал у кельтов, именно в таком виде они возносили хвалу Богу любви. И только в обнаженном виде можно понять полностью глубину души поэта, который несет поток яркой и безграничной страсти, в момент чтения своих стихов, распыляя вокруг себя миллионы бесконечных флюидов любви, рвущихся в космическое пространство наполняя всю вселенную добрым и нежностью. Ирен не испытывала никаких чувств к этому унылому папику, именно так она его окрестила. Она с легкость подобрала наивного старичка к себе под каблук и легко стала им манипулировать. Бедный унылый папик бегал по своим коллегам, выпрашивая зачеты и положительные оценки для Ирочки, лекции и экзамены, которых она перестала посещать. Папик тратил всю свою зарплату и пенсию на наряды, повседневные расходы и прихоти возлюбленной богини. Ирен стала тянуть с наивного дедуля все, что хотела, хотя он по ошибке считал, что это он крутит, вертит и управляет, как хочет смазливой малолеткой. Не задумываяся, не понимая этого, наивный кавалер рыцарского ордена сам погружался и застревал в паутине своих интриг, доплетенных умелыми ручками и ртом Ирины, медленно с головой погружаясь в трясину проблем. Вновь испеченная богиня как хотела, так и манипулировала своим поклонником, порой доводя его до белой горячки и старческой истерики, переходящей в болезненный маразм, которые рождались из потока дикой ревности. После всех жутких неврозов, сопровождающихся болезненными инфарктами с поглощением коктейля из корвалола и пустырника, Ирина успокаивала нервно трясущегося попика и действовала на него как наркотик, придавая ему жизненные силы. После этих манипуляций профессор без Ирен не мог существовать и просто жить, постоянно нуждаясь в ее ласке и нежности. Иван Поликарпович делал все, чтобы удержать молодую королеву своего сердца, он даже продал свою любимую BMW X5, чтобы на день рождения Ирен подарить золотые роулексы. Но хищница не успокаивалась, ее аппетиты росли, ей все было мало. Профессор сдал не на шутку, от яркого энергичного рыцаря, парящего на крыльях любви, не осталось и следа, он превратился в нервную, злостную, старую и истерическую разваленную галошу. Молодуха уничтожала его, качая жизненную и денежную энергию. Орлов в порыве безумия развелся с женой, думая, что окутает узами брака себя с молодой невестой. Но не там то было. На этом этапе, Ирина стала игнорировать его и его предложение о замужестве, сочиняя на ходу различные нелепые отмазы. Она стала избегать встреч с наскучившим любовником, с которого взять то было уже нечего. Шикарный особняк Ивана Поликарповича, отошел жене, профессор стал проживать в съемной квартире. Будучи оставшись один в дураках, и понимая всю суть своего одиночества и став заложником безответной любви, гордый кавалер рыцарского ордена рипнулся суицей дом, вздернувшись на крюке, предназначающемся для подвешивания люстры. Новая люстра, которая когда-то была крупнейшим российским специалистом по викторианской эпохе, бренной и неказистой плотью, облюбованная полчищами серых мясных мух, провисела в квартире две недели. Новый, разлагающийся предмет интерьера, смердя разносил отвратительный аромат трупного запаха по лестничным клеткам подъезда девятьэтажного дома, проникая в каждую из квартир по соседству. Таким образом, напоследок, мертвый Иван Поликарпович напоминал о себе, раздражая носовые рецепторы граждан, проживающих недолгое время с ним рядом, пока хозяева съемной квартиры, у которых он ее арендовал, не совершили визит за очередным взносом арендной платы. И на этом печальном моменте необычная люстра была моментально небрежно удалена с крепкого подвесного крюка и перенаправлена в морг. Похороны висельника Ирен не посетила, так как на это время у нее был назначен визит в маникюрный салон. Глава 3. Персональный Иисус Скволыжные Милфы. Скволыжные Милфы Ирина окрестила Анну Мартыновну яблонскую женщину бальзаковского возраста, с тонкими руками и ногами невысокого роста, овальное лицо, которое украшало большая коричневая родинка под прямым тонким миниатюрным крючковатым носиком. Глаза яблонской были большими икарями, близко посажены друг к другу под большим морщинистым лбом. Всю жизнь данная персона не могла определиться со своим жизненным предназначением и желаниями, и от этой неопределенности бросалась из крайности в крайность создавая тем самым себе проблемы. На определенном этапе жизненного цикла она омолодилась путем вливания в ряды тинейджеров. Не стоит смеяться над этой женщиной, мой дорогой читатель и осуждать ее наклонности в преклонном возрасте, так как и у нас с тобой, под сраку лет, тоже могут улететь гуси в неизвестном направлении, и нас с тобой могут ожидать странные предпочтения, непонятные другим людям, объяснения которым можно найти только в глубоких лабиринтах собственного сознания. Анна была обычной совдеповской женщиной, у нее был любящий ее муж, ребенок, работа преподавателя русского языка в средней школе. Но в один прекрасный момент ее жизнь кардинально поменялась в связи со стрессовым состоянием, когда при загадочных обстоятельствах умер единственный ребенок. Пребывая в дикой депрессии и потеряв смысл жизни ради которого, она жила, любила и работала, Анна решила поменять вектор восприятия этого бренного мира. Она начала жизнь с чистого листа. Невзирая на усмешки подруг и родственников, она начала искать утешение среди членов и подвижников секты Белое Братство, синкретическая секта, соединяющая в себе элементы учения супругов Рерихов, христианства, оккультизма и гностицизма, но не увидев воплощения Иисуса Христа в Маринет-Цвигун, основательница секты, вступила в ряды свидетелей Иегова, запрещенная организация на территории РФ, в которой добрый настоятель Платон целомудренный попытался отжать у нее квартиру. Поняв, что это мошенничество чистой воды, в котором нет ничего святого, она переключилась на Международное общество сознания Кришны. Но стыдясь распивать на улицах города Челябинского восхваления Кришне Харе Кришна, Харе Харе, Кришна Кришна, нехристианскому божеству, который прибыл из теплых стран, покинула храм, оставив там свой разноцветный балахон, переключившись на йогу. Гибкая дорожка совокупности различных духовных, психических и физических практик привела ее со временем к Ашрам Шамбале, которую активно навязывал Константин Руднев, показывая направление движения по пути дурака. С трудом, покинув эту Международную Академию, путь к счастью Анна Мартыновна погрузилась в себя, пытаясь найти внутри своего сознания исцеления. А в фоне расшатанной психики, которая долгое время искала упоение в духовных учениях, появился в ее сознании персональный Иисус Христос. Чтобы читателю было более понятно, что собой представляла эта миссия в сознании нашей героини, можно озвучить единственный сравнительный аргумент, оглашенный солистом Дипеш Моут в песне Personal Jesus. Она протянула ему руку и дотронулась до веры и мнимый благодетель направил ее на путь любви. Аннушка стала жить для себя по своей собственной духовной методике, методике свободной любви. Персональный Иисус глаголил истину и направлял Анну на правильный путь. Она стала искать любовь среди молодых мелфхантеров, которые всячески пытались ей воспользоваться, но будучи тертым калачем, познавшим суть обмана, Яблонская их с легкостью использовала в своих интересах. Некоторый молодняк привнес в ее жизнь современный вектор. Один молодой ловелас был татум-мастером и при помощи своего умения нанес, по ее просьбе, на худые руки и ноги Анны разные татухи, узоры которых повествовали о ее прошлой жизни. Другой молодой ухажер закатал ее интимные части тела в пирсинг, уши украсил туннелями, а начинающий цирюльник привил ей культуру дредов и растаманию. На этом этапе от бывшей учительницы ничего не осталось, это уже была современная нестареющая бикса, возраст, который был заморожен, и не прослеживался, если повнимательнее присматриваться, искавшая новых жизненных ощущений. На концерте группы Кровосток, которая отбивала бит на площадке Галактика развлечений в Челябинске, когда Ира флексилась под песню представителя интересов червей, за тобой должок, как бы не значая произнес он, оброк всегда любим по долгам надо платить, если денег нема, тогда твои дела как сажа бела, но любой должок требует возвращения в срок, от того что ты играл со мной в кошки-мышки, у тебя должничок мой, сейчас вспотеют подмышки, держи нож и решай, кого из них тебе порешать, или жену или дочь, а может сразу двоим, ты поможешь за должок, переселиться в землю из своей жизни прочь, что, позже хочешь должок вернуть, не надо ныть, не скули, заткнись, червям вы сударь, тоже должны, помнишь, как их ты, на рыбалке нажала крючка удочки безжалостно садил, а потом без сожаления их рыбам скормил, пришло время мой друг, долги не только мне, но и червям вернуть, к ней подкатила Нюта, Нюта давно вынашивала идею однополых отношений, которую проповедовала в голове, персональное божество, Ира обратила тоже внимание на Анну, длинные прямые белые дреды, которые были украшены яркими неоновыми шнурками, светившимися в темноте площадки Денспола, ярко мерцая при вспышках синих лучей прожекторов, на овальном лице Нюты выступали скулой, ее тонкие губы были обведены черной помадой, предплечья рук были усыпаны черными татухами, она была одета в коллекционное платье от Шанель, Прэд Эй Портер, маникюр был отменным, расширенные зрачки и красные белки глаз скрывали стильные черные очки Дольча Энд Габана, под изящным носиком, пережившим не одну пластическую операцию, были видны следы сахарной пудры, она произвела на Ирен впечатление стройняшки, Ирен оценила, что данная особа постоянно ухаживает за собой, хай, бросила она Ирен, меня зовут Нюта, а для тебя Николь, Ирен поняла, что данная особа относится не к обычным простым крестьянам, с нее можно что-нибудь поиметь, мелькнуло у нее в голове, далее они сели за общий столик и у них завязался разговор на гламурные темы. Отношения у них продлились недолго, пару месяцев. Нюта была скупа как на подарки, так и на деньги. Ирина поняла, что ее иллюзии о дорогих подарках развеялись как пепел на ветру и она решила в данных отношениях поставить жирную точку. Итогом их расставания послужил один случай. Яблонский долго терпел выходки измены жены и окончательно принял решение с ней расстаться, подав на развод. Мартыновна не хотела делить совместно нажитое имущество между своим надоевшим и уже нелюбимым мужем. В эти моменты раздумья, персональный Иисус, подсказал, что готов распахнуть врата рая перед Яблонским и предоставить ему, во благо Нюты небесная хорома. Анна недолго размышляя приняла решение помочь уйти, уже бывшему супругу, в мир иной, при помощи Ирен. Озвучив свои планы и пообещав достойное вознаграждение за оказанное содействие, Ира недолго думая, согласилась. Согласно разработанному плану, Ира заманила бывшего мужа Анны в заранее арендованные апартаменты, влив с коньяком в него лошадиную дозу клофелина. Яблонский моментально отключился на полу с расстегнутой ширинкой. Затем в помещение зашла Анна, которая все это время ожидала судьбоносного часа на улице. Организатор быстро зашел в квартиру, достал заранее приготовленный шприц с наркотическим веществом, углубив иглу в вену пустил содержимое по кровеносным сосудам. Яблонский ушел в загробный мир по-тихому, по-золотому. Дальше Нютас по дельнице ей отправилась заметать следы, обеспечивая себе достойное алиби, посещая людные места при этом ведя себя вульгарно, чтобы их поведение оставляло неизгладимое впечатление у посетителей развлекательных заведений. Насладившись вдоволь они приехали домой к Анне. Тут внезапно вездесущий голос персонального Христа стал ее упрекать в грехе, который она совершила, сообщая, что он ее разыграл и жестко пошутил над ней, и она теперь не применено попадет в гиенну огненную, где ее будут мучить и пытать тысячи чертей. Анна стала причитать, что же теперь она будет делать, как она дальше будет жить с такой ношей на душе. Замахнув из горла шампанского шипрект, она выскочила на балкон и сиганула рыбкой вниз от мерзотной фальши бытия, в царство Аида, с 12 этажа. После спонтанных действий Анны, Ирина решила скрыться с места преступления. Прихватив из шкатулки три горсти золотых украшений, кулоны, цепочки, браслеты, сережки с желтыми топазами, брюликами, изумрудами, прихватив свой вожделенный трофей, Ирка скрылась из квартиры сквалыжной Милфы навсегда. Глава 4. Кринж. Ирина мутила став вместе с подругами. Между собой они хвастались добычей и рассказами о наивных лохах. Потом многие подруги повыходили замуж, обзавелись детьми и тем самым выпали из ее круга общения. Глядя на них, она испытывала временный собственный кринж. В такие минуты на нее находили моменты депрессии, в которых единственным желанием Ирины было выйти побыстрее замуж тем самым покинуть печать безбрачия. Стать любящей любимой женой и обрести смысл жизни, заключающейся в продолжении рода. Но почему-то принц на белом коне к ней в эти моменты не приезжал. Вернее, были поклонники ее сердца, но из-за высокомерия и завышенных требований к своим поклонникам, отношения у нее не налаживались. По ее придирчивости у одного был маленький рост, у другого были жиденькие волосы, в которых блестящие пятна залысин намекали, что голова владельца в скором времени будет походить на бильярдный шар. В этот момент она даже представляла, как он катается из одного угла комнаты в другой, при этом ослепляя ее отражением лучей солнца. Другой картавил, следующий был небогат, тот причудливо одевался. Одним словом, в итоге Кузнецова не могла сама понять какой эталон мужского пола ей по нраву. В итоге она сбилась с толку и на определенном этапе жизненного цикла она осталась одна и теплела себя надеждой найти любого более или менее подходящего партнера для семейной жизни. Тетя Зоя, мамина подруга и соседка по лестничной клетке, у которой был опыт пятьразового замужества, ей постоянно давала советы. Хватай любого самца за одно место, начинай жить, а там видно будет, глядишь еще и квартирку отожмешь у него, а в подарок этому кукол дурога оставишь. Поверь мне, я с каждым муженьком так поступала и ничего не потеряла, а только приобрела, оу, произносила всегда в ответ Ирен веселой тетушке Зои на ее правоучение, к чим советам и мнению часто прислушивалась наша беспреданница. Глава 5. Судьбоносная встреча. В один солнечный и прекрасный осенний день, прогуливаясь в одиночестве по вымощенным плиткой тротуарным дорожкам сквера Алое поле, расположенному в центре города Челябинск, нашу красавицу настиг высокий брюнет. Он подкрался незаметно, сзади и нерешительно заикаясь огорошил нашу искательницу приключений изъезженным вопросом. Девушка, а вы не подскажите сколько времени? Ирина, не вчера родилась, а славу богу, уже прожила на этом свете 25 лет, три месяца и 10 дней, сразу поняла, что не во времени дело, а дело в обычном подкате для знакомства скромного думера. Чтобы не казаться, зашкварной шкурой она интеллигентно приподняла левую руку, сделав умное лицо, оттянула рука в худи Palm Angels, взглянула на золотые Rolex и произнеся, копируя голос Анастасии Ивлевой. Пол третьего на медне. А это как, по-челябински или по-московски? Раздался уже более уверенный бас. А вы что, москвич? Оживленно она подхватила диалог. Нет. Какая вам тогда разница? В ее ответе сразу же появилась нотка расстройства и огорчения. Просто хочу продолжить общение, но не знаю как. Вот и решил сьюморить. Лол, орижин. Шо? Говорю весело и оригинально. Ты что квадратный, что в сленге не шаришь? Да как-то до этого не общался на нем. Я так понимаю телефона и часов у тебя, таинственный незнакомец подкравшийся с тылу, нет чтобы ориентироваться во временном пространстве. Да, вы правы. Ира, а ты меня узнаешь? А мы знакомы. Что-то не припоминаю. И Артур, мы с тобой пять лет назад встречались. Я тебе еще колечко золотое подарил. Помнишь? На минуту возникла пауза. Ирэн напрягла свою память, но при этом старалась не показывать виду своей амнезии. Да, конечно помню, Артурчик. Ты почему-то тогда куда-то пропала, не позвонила, не сообщила. А я тебя долго искал. И вот судьба мне преподнесла подарок. Я наконец-то нашел тебя. Да как-то нехорошо получилось. Мне тогда нужно было срочно с мамой уехать по семейным обстоятельствам в другой город. А мама у меня очень злая. Прости, что не сообщила тебя. Я тоже рада встретить тебя. Начала сразу сочинять на ходу Ира, хотя эти песни она уже пела раз двести, и знала, как выходить из подобных ситуаций. Могла бы позвонить. Но я же говорю, мама злая, да еще у меня бабушка с папой умирали, врала она, не моргая, может быть отметим встречу и пригласишь меня в кафе. А я тебе все расскажу. Мы можем и на лавочке пломбир покушать. Погода отличная вроде, солнышко светит, тепло. Ну давай, разочарованно произнесла она. Делать ее было нечего. Времени у нее было достаточно, кроме того, других ухажеров на горизонте не было. Она никуда не торопилась. И в мыслях промелькнула возможность еще раз развести этого бумера на подарочек. А вось прокатит. Фиг с ним, что фраер небогатый Буратино. Внешний вид ублюдка. Его вайп изи, на внешность, конечно, всратый. Но так время можно скоротать. Думала про себя она, если мне не изменяет память у него флет имеется в центре. Посидев на лавочке, Артур, открыв рот, выслушивал сказки «Тысяча и одной ночи» от Ирен Кузнецовой, про больную бабушку, умирающего папу, что она была так расстроена и подавлена и находилась в пятилетней депрессии. Что она тоже потом болела и ее бедную долгое время выводили из этого состояния. И как плохо было, что его не было рядом с ней. Но самое главное, она всегда помнила его, его щедрость, любовь, терпение, пунктуальность и его мужской стержень ждала все это время встречи с ним. Как-то холодно на улице. Вопросительно она посмотрела на него. Может ко мне пойдем. Я здесь живу недалеко. Квартира имеется в центре. Бабушка в наследство оставила. Да я была права по поводу флета, промелькнула в голове Ирины, но давай к тебе в берлогу занырнем. Глава 6. Тайна Артурчика. В любом уважающем себя мегаполисе должен быть городской сумасшедший. А иначе это не мегаполис, а забытая богом богадельня. На сегодняшний момент в Челябинске я знаю только три культовые фигуры, король безнадзорных животных, женщина с марианской впадиной вместо вагины и Артура. О первых двух названных личностях я может быть когда-нибудь поведаю вам в своих следующих произведениях. Но, а сейчас об последнем персонаже более поподробнее. Прошло ровно пять лет с того самого лета, когда Вера Артуров желаемая еще была на том отрезке времени, когда многое казалось замечательным. Он шел вечерней дорогой по своей любимой еще со времен детства улицы в центральной части города Челябинска, где ничто и никто не мешал его внутренним размышлением о мироустройстве и теориях бытия. Что стало сейчас? А сейчас его ум уже не терзали сомнения быть или не быть той прошедшей юности, которая все-таки веяла в его душе не только как могло показаться читателю душевной горечью, но и еще тем странным теплом того времени, которое невозможно сразу пояснить. Итак, возвращаясь из погруженного внутреннего мира этого человека, давайте увидим, что двигало этим человеком с момента юности и до сегодняшнего дня. Зайдя с села центральной улицы в мерцающие огнями кафе, где подавались исключительно европейские блюда, Артур взял меню и заказал довольно калорийные и одновременно вкусные блюда. Нужно сказать, что еда всегда, особенно в вечернее время улучшала его настроение. Но тут хочется заметить, что часто в таком месте можно было не только хорошо перекусить, но и увидеть снова те образы молоденьких официанток, которые почему-то всегда его привлекали. Они нравились ему какой-то необъяснимой легкомысленностью в сочетании с небольшой пошлостью. Ему нравился их рабочий наряд из короткой юбки и белого фартука официантки, их дружелюбный и заигрывающий настрой, пусть на 30 минут, которые он обычно находился в таком заведении, но именно этого времени было достаточно, чтобы выйти уже в добром расположении духа. Внезапно в памяти возник один из вечеров прошлых лет, когда шагая с возлюбленной, или точнее сказать с одной из возлюбленных, как тогда ему казалось, Артур осмотрел на ту девушку и размышлял, подойдет ли она ему, а он ей. Самое интересное, что человеку в 20 лет действительно не сразу приходит верный ответ, и имеет ли вообще смысл задавать такой вопрос, скажет любознательный читатель, и сам же ответит, что смотря в каком возрасте задаваться вопросом. Артур, как ни странно, но провел ночь с этой девушкой и он полагал на развитие дальнейших событий. Они встречались около трех недель, и расстались, без лишних ссор и злых фраз, самое интересное не объясняя ничего друг другу. Вернее будет правильнее сказать, что это она пропала, не сказав ни слова на прошении. Сейчас в сознании Артур, а уже есть ответ на этот вопрос, но, спустя нескольких лет. Он и она любили одиночество сильнее отношений и привязанности, только вот в какой первой голове возникло желание разойтись. Не терзая самолюбие одного из этих людей, пусть останется на размышления для читателя. Воспоминания светлые и теплые часто остаются в душах людей, когда есть понимание потери, той, которую не вернуть обратно. В этот осенний, но достаточно прохладный вечер, Виктор вышел из кафе и решил пройтись по пустынной набережной реки Миас. На мосту его взгляд задержался на рождении, где висели десятки замочков, маленьких и больших, ярких, разных цветов. Читатель уже догадался, что это тот самый свадебный обычай, скреплять две судьбы во время свадебной церемонии через символичное защелкивание замочка на перилах моста. Сколько же замочков в реальной жизни после свадеб имели бы место здесь остаться навсегда или хотя бы продолжительное время? Наверное, это скорее всего останется загадкой. Артур посмотрел на темную отражающую светлые блики фонарей гладь воды и вздохнул, его замочка не оказалась здесь ни пять лет назад, ни сейчас. Но он вздохнул уже не с той ревностью, которая так его терзала тогда, а скорее с тем ясным рассудком и сознанием, которое делало этот момент даже чем-то завораживающим и положительным. Человеку, которому есть что сравнить, вероятно, есть что сказать, и не только собеседнику, но и самому себе. Он пошел быстрой походкой, которая все-таки изменилась, после всех печальных событий прошлых лет, когда он восстанавливался после тяжелых травм из-за халатности одного водителя машины. Одиночество не мешало жить ему полноценной жизнью и даже наоборот, это наполняло его той свободой, которая, вероятно, в дальнейшем помогала ему с еще незнакомыми для вас читатель, его планами. Дойдя до своего района проживания, он снова увидел отдельные силуэты людей с печальными неморгающими взглядами, медленно возвращающихся в свои квартиры норы домов муравейников после рабочего дня. Ночь давала рождение новым идеям, которые часто созревали у нашего героя в голове, время, когда стихает шум улиц и бытовая возня людей. Работа в этой компании не приносила ему ни радости, ни вдохновения, а скорее раздражала его тем порядком и устройством, которое присуще большинству рабочих коллективов. Но это не омрачало его сознание уверенностью в том, что это лишь некий этап его жизни. Истеричные сотрудники по работе часто вызывали у него усмешку и большинство его коллег считали Артур циником не от мира сего. Его это даже забавляло, это была своеобразная игра как в том известном выражении свой среди чужих, чужой среди своих. Было уже утро, и так как наш герой не любил по утрам совершать гастрономические трапезы, выпив чашку ароматного фруктового чая, приняв утренний душ, вызвал такси, чтобы добраться до работы. Среди прекрасной половины человечества сейчас возможно возникли улыбки с вопросом почему же герой не на своей машине. Ответ вы получите немедленно и подробно. В салоне такси, было удобно по времени воссоздать целый план проведения дня. Проносившиеся мимо красивые пейзажи дикорастущих яблоневых рощ и полей с яркими цветами вызвали у Артура ассоциации с молодыми девушками, 40 минут быстрой езды также позволяли отойти от сна и бодрее себя чувствовать в удобном кресле машины, чего не мог позволить себе шофер этого такси, так как постоянно следил за дорогой. С самого утра больше всего ему было до омерзения противно наблюдать за резво бегающими сотрудниками компании, изображающих наигранную суету и деловитость. Артур зашел в кабинет и захлопнул дверь. Рабочий день уже подходил к завершению, и у Артура созревал возникший еще с утра в машине план проведения нового вечера, а именно посещения джазового кафе. Он сидел за столиком, доедая свой суп, джазовая композиция и приятный женский вокал немного приподняли его настроение и воспоминания моментов и с детства снова подступили к нему. Он вспоминал, как его в детстве и юности не воспринимали сверстники, постоянно подшучивая и издеваясь над ним. Особенно его злила девчонка Алена живущая по соседству, которая постоянно бросала в его адрес непристойности и просила ребят постарше проводить различные экзекуции над его персоной. Артур ее ненавидел и в своих фантазиях пытался ей отомстить. У Алены отец работал на железной дороге и в один летний денек Алена по просьбе матери понесла ему обед. И в момент перехода железнодорожных путей в неположенном месте попала под электровоз. Тяжелая машина отрезала ненавистной девчонке руки и ноги. Пока изувеченное тело лежало межрель с глаза, уши и язык выклевали птицы. Именно в таком виде застал Артур своего ненавистного врага. Он подошел к тушке и несколько раз ткнул палкой. Аленка не сопротивлялась и не двигалась. Именно в тот момент в сознании ребенка была рождена формула идеальной женщины. Глава 7. Одно из доказательств теории пределов. С Артуром Ирен провстречалась пару месяцев. Он ей надоел. Она выдаила его по полной программе и понимая, что больше с него взять нечего, приняла взвешенное решение с ним расстаться. От нечего делать, она снова посетила берлогу Артура. После разговоров о моде, о том, кто кому что купил, и кто сколько зарабатывает, Артур выступил с инициативой в признании в любви и с предложением своей руку и сердце. В слегка выпившем состоянии Ирен возмутила столь резвый напор ухажера, который перебил ее светские размышления, о том, что Ольга Бузова за концерт получает 6 миллионов рублей не включая НДС. В шоковом состоянии она решила расставить все точки на дай. Нет, не хочу. Я еще молодая и хочу погулять. Нам нужно расстаться. Мы разные люди. Как так? Я думал, у нас только все началось, и ты меня любишь взаимно. Нет, прости. У нас с тобой ничего не получится. А как же чувство, подарки, любовь? Спасибо за все. Но ты не мой человек. Посмотри на себя в зеркало. Ты лузер, ты не достоин меня. Ирина повернулась и направилась к входной двери. Ах, вон что. С этими словами разочарованный жених схватил табуретка за ножку, догнав девушку своей мечты и предполагаемую будущую пассию, и с силой опустил довольно тяжелый предмет быта на ее голову. Ирен мешком упала на пол. Ровный орнамент паркетных вставок окропила лужа алого цвета. Очнувшись, Кузнецова поняла, что она привязана липким скачем к креслу. Она не могла пошевелить руками и ногами, которые были прикованы к подлокотникам и ножкам. Рот ее быт также заклеен. Она ничего не могла сказать, а только мычала подобно корове. А вот ты моя дорогая очнулась и очень хорошо, произнес с улыбкой ухажер, значит я тебя не устраиваю как твой будущий муж и любовник. Прекрасно. Но нет безвыходных ситуаций, мы это все исправим. Думаешь ты первая и последняя, которая сначала пользуется мной, моими деньгами, чувствами и любовью, а потом вытирают ноги об меня как отряпку. Я это поправлю. Я давно уже разработал формулу идеальной женщины. И с этими словами Артур достал из кармана опасную бритву. Разложив опасный инструмент, лезвие которого солнечным зайчиком ослепило Ирину. Ирина была в шоке, она стала мычать еще сильнее. Из ее мычания были понятны слова, я пошутила, прости извини, я согласна на все и очень тебя люблю. Но Артурчик не обращал на это внимания и продолжал. Ты знаешь почему у японцев такое развитое общество? А кого я спрашиваю? Ты же все равно не сможешь мне ответить. У тебя залеплен рот. Так вот, японцы настолько интеллигентны, что никогда не вступают в конфликт боясь, что это негативно отразится на их карме. Они никого не унижают и не оскорбляют. И поэтому они придерживаются принципа «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», который символизирует три обезьяны, представляя собой идею недеяния зла и отрешенности от неистинного, которая выражается «если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него». Так вот я это исправлю. Я давно для себя разработал формулу идеальной жены. Сейчас я тебе ее докажу. Ведь формулы в математике принято доказывать. Взяв в руки Ирине на ухо и оттянув, Артур сделал первый надрез. Ухо с легкостью отделилось и упало на пол. Ручеек крови потек покорно по шее, по плечам впитываясь в блузку. Ирина болезненно промычала. Второе ухо последовало за ним. И если бы не ложе крови, то два уха, лежащих на полу, рядом друг с другом можно, было бы принять за два пельменя, которые выпали из тарелки перед дневной трапезой. Первый принцип моей формулы идеальной женщины сделан. Теперь ты ничего не слышишь. Поверь мне, я делаю это исключительно для тебя, чтобы огородить тебя от зла. Далее благовестник добра достал шило. Зрачки Ирины расширились. Она начала мотать головой, понимая, какое вычитание будет следующим действием в этой нехитрой математической задачке. Артур с силой схватил голову Иры за затылок и нанес первое колющее движение в область правого глаза. Голубой глаз красавицы потерял навсегда свой цвет и просто вытек, как вытекает белок из разбитого яйца. Затем свою небесную гамму потеряла и левое око. Теперь ты ничего не видишь, моя любимая и отзывчивая. Ирина уже ничего не видела и не слышала, так как от болевого шока потеряла сознание. Далее спаситель грешной души отодрал липкую ленту, которая не давал возможности проявлять речевых способностей жертвы. На тыльной стороне липкой ленты остался пушок Ирининых усов, которые с трудом отделились от кожи. Открывая податливый рот, при помощи плоскогубцев Артур сломал пару ровных и белоснежных зубов обмякшей жертвы. Ими же аккуратно достал язык, отянул его и легким движением бритвы навсегда лишил его обычного местонахождения. Струйка крови фонтаном лилась из ротовой полости бедной девушки. Теперь ты меня никогда не оскорбишь и не скажешь нет. Но, а самый лучший итог для реализации моей идеи, проговаривая это Артур достал ножовку по металлу. Я отрежу тебе руки и ноги, чтобы ты никого другого не обнимала и не смогла бегать налево. С этими словами ножовка принялась за поставленную задачу. Полотно ножовки нежно вонзилось в ткань мышц и сухожилий, углубляясь к костному мозгу. Через пару минут левая рука с золотыми роллоксами упала рядом с креслом. Далее последовала вторая рука и ноги. Взяв газовую горелку, начинающий хирург, опалил кровоточащие раны четвертованные жертвы. Далее он жег рыжую копну длинных волос. Ирина стонала от таской боли, но ничего не могла сделать. Ей оставалось только терпеть. Ты знаешь, что такое настоящая любовь? Это то чувство, когда, несмотря на все уродства человека, ты продолжаешь его любить. Я обещаю, что до конца твоих и своих дней я буду заботиться о тебе и любить тебя, моя уродливая прелесть. От былой красоты Ирины ничего уже не осталось, это была изуродованная тушка, напоминающая чем-то человека без рук и ног, вся в ожогах, которая не могла видеть и говорить. Единственное, в чем Артур ошибся, это то, что она могла слышать и мычать. Теперь только, былую внешность Ирины напоминали фотографии на объявлениях, расклеенных на столбах города Челябинска тети Зои и мамой сообщающих прохожим, о том, что пропала девушка особых примет и за любую информацию о ней будет вознаграждение, глядя на которое Артур Хохочан обменно без малейшего сожаления срывал. Послесловие. И у тебя, мой читатель, теперь есть возможность получить это вознаграждение. Только когда будешь звонить маме Иры с целью получения желанного гонорара, прошу тебя не рассказывай обо мне, о том, кто поведал тебе эту жуткую и поучительную историю, а то в худшем случае мне придется направить к тебе Артурчика, который с легкостью может тебе доказать любую выдуманную больным сознанием математическую формулу. Сленговый словарь. Бумер. Представитель старшего поколения. Вайп. Отангл. Вайп. Атмосфера. Атмосфера, возникающая при каких-либо обстоятельствах. Сратый. Некрасивый, уродливый. Вписка. Вечеринка или квартира, где собираются на вечеринку. Думер. Молодой пессимист. Безрадостный юноша. Зашквар. Позор, недостойное поведение. Изи. Средний. Кринж. Стыд за чужие действия, ощущение неловкости и омерзения. Куколт. Рогоносец. Мужчина, который терпит измены жены. Вол. Громко смеюсь. Мейкап, макияж. Милфа. Взрослая женщина. Милфхантер. Охотник на милф. Рипнуться. Умереть. Слымиться, толкаться на концертах. Флексить. Танцевать, веселиться, шумно отдыхать. Хайп. Шумиха, ажиотаж вокруг чего-либо. Шкура. Распущенная девушка. С большим уважением ко всем моим читателям, ваш доктор Н. Д. Н. Все права защищены законом. Охраняется законом РФ об авторском праве. Опубликовано 29 декабря 2021 года года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин